Добрый вечер, эфир канал Россия продолжает программу Вести Рязань. Студия Натальи Пронькина. Смотрите в этом выпуске. Принят в окончательном чтении. Депутаты облдума проголосовали за проект бюджета 2017. В тупике. В Рязани разрушается веерное депо. Почему никто не следит за памятником архитектуры и кому эта бесхозность выгодна? Лебединая песня. Куплет третий. В Иванове обнаружили черного лебедя. Предположительно, это тот самый, которого так долго искали и ждали на Затоне в Рязанском селе Дядьково. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня ответил на вопросы журналистов в пяти телеканалах. Разговор с Дмитрием Медведевым стал уже девятым по счету. В центре внимания итоги работы правительства в 2016 году и планы на год следующий. Главным достижением глава Кабмина считается хранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств. Медведев ожидает роста экономики в ближайшие несколько месяцев, причем они должны превысить среднемировые. Задача трудная, подчеркнул премьер, но выполнима. Социальная же политика государства не меняется. Приоритет выплата зарплаты пенсии, а также развитие здравоохранения и образования. Социально ориентирован во многом и бюджет региона 2017. Его депутаты Рязанской областной думы приняли во втором окончательном чтении. Предшествовала этому большая работа в комитетах. С подробностями Ирина Целикова. На столе перед каждым депутатом внушительная пачка документов. Все они имеют отношение к законопроекту. Внесенные поправки, аналитические записки, справки, заключения контролирующих органов. Человеку, не посвященному, разобраться сложно. Депутаты внимательно вслушиваются в доклад профильного министра. Несмотря на то, что работают над законопроектом уже месяц. На сегодняшнем заседании парламентариям пришлось вернуться к основным параметрам финансового документа, которые уже рассматривались в первом чтении. В связи с принятием федерального бюджета, доходная и расходная части региональной казны изменились более чем на 3 миллиарда рублей. С учетом поправок, доходы областного бюджета на 2017 год составляют 43,4 миллиарда. При этом обращаю особое внимание на то, что налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, рассмотренные в первом чтении, остаются без изменений. Эти средства имеют в основном целевой характер и будут направлены на исполнение всех социальных обязательств и майских указов президента на строительство школ, реконструкцию дорог, создание современной городской среды и ремонт дворов, укрепление материальной базы сельских домов культуры. В целом, по оценке председателя областной думы, бюджет остается социально ориентированным. Главное, что мы сумели достичь и чего добиться в работе над бюджетом, это финансовое обеспечение всех публичных обязательств перед населением. Ну а приоритеты, они у нас были и остаются, это прежде всего повышение качества жизни наших рязанцев, ну и, конечно, поддержка нашей экономической сферы, отрасли АПК, она у нас остается, опять же, лидером по развитию. Сегодня в законопроект были внесены поправки. В частности, принято решение на 4% проиндексировать региональный материнский капитал. Речь идет о региональной программе, когда семья получает сертификат на третьего ребенка. Отличительная особенность бюджета – программный принцип его формирования, что дает возможность контролировать результаты расходования бюджетных средств, чтобы ни один рубль не был потрачен впустую. Мне бы хотелось от нашей фракции отметить такой положительный момент, что на 2017 год бюджет принимается все-таки реалистичный. Предложения по реальному, скажем, постановлению тех отраслей, особенно машиностроения, станкостроения и других, они, конечно, дали бы существенный прирост доходов в областной бюджет и муниципальный бюджет. Работа над бюджетом была непростой, признались депутаты. Главная задача – создать такой механизм, который позволит полностью выполнить все социальные обязательства. В итоге документ принят во втором и окончательном чтении. Ирина Целикова, Сергей Громотеев, Вести, Рязань. А бюджет Рязани утвердили сегодня в городской думе. Главный финансовый документ также социально ориентирован. На эти нужды направить три четверти средств. В проекте предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда бюджетников, запланированные деньги на завершение строительства школы в пятом микро-районе Дашково-Песочни, на проектные работы физкультурно-оздоровительного комплекса. 520 миллионов рублей потратят на работы по благоустройству, в том числе реконструкции Лыбецкого бульвара и Центрального парка культуры и отдыха. Продолжится программа по ремонту дворов. На нее направят 150 миллионов рублей. И хочу отметить новый подход к их осваиванию. Он не будет заключаться в асфальтировке, только в асфальтировке дворов. Он будет заключаться в комплексном подходе к ремонту дворовой территории. А это и монтаж газонного покрытия, и может быть монтаж экопарковок. И все это будет указано в проектных работах по каждому двору. Личный прием граждан в общественной приемной «Единой России» провел сегодня депутат Государственной Думы Андрей Макаров. Инвалид Михаил Козлов обратился с просьбой купить коляску с электроприводом. Михаил тренер, и коляска нужна, чтобы перемещаться по полю на занятиях. Андрей Макаров пообещал помочь. Также на прием пришли жители микрорайона Семчино. О проблемах с социальной инфраструктурой этой части города вести недавно рассказывали. Район отдаленный, нет ни школы, ни детского сада. На прошлой неделе стало известно, что строительство детского сада начнется в следующем году. А вот со школы придется подождать. Но Андрей Макаров сказал, что возьмет эту ситуацию на контроль. Новый корпус больницы имени Семашко открыли сегодня в Рязани. Пятиэтажное здание построено в основном на федеральные деньги с участием регионального бюджета. Корпус оснащен современным оборудованием. Особая гордость – рентген-кабинет. Аппарат цифровой, отечественного производства. Всего в России таких пока четыре. Врачам не придется проявлять снимки. Все детально можно увидеть прямо на мониторе. В новый корпус переедут два стационара. Здесь будет офтальмология, здесь будет пульмонология, здесь будет поликлиника, которая переедет из разваливающего здания. Сюда и в хороших условиях люди получать будут медицинские услуги. Это сегодня очень важные компоненты вообще улучшения ситуации в сфере здравоохранения. Главное, чтобы скорее сюда пришли люди. Я надеюсь, что здесь будет комфортно работать врачам, а значит, помощь людям будет оказываться лучше. В России сотни разрушающихся объектов культурного наследия федерального значения. Они пугают своим заброшенным видом не только туристов, но и местных жителей. Один из таких печальных примеров – веерное дупо на станции Рязань-1. Брошенное здание с одной стороны ветшает, с другой, как это ни странно, на его бесхозности зарабатывают деньги. Дмитрий Милешкин разбирался в ситуации. Изнанка Рязани – визитная карточка Ксении Поначевой. Ее экскурсионные маршруты и объекты, хоть и представляют немалый интерес, все же не попадают в официальные туристические брошюры. Уж слишком невыгодно они характеризуют город, где последние несколько лет пытаются развивать внутренний туризм. Я побаиваюсь сюда просто народ проводить, потому что мы сюда приходили летом, здесь и собаки добродячие бегают, и люди такие очень странные ходят. В общем, не самое такое приятное место для прогулок. Особо любопытных туристов сюда, как магнитом, тянет вот эта водонапорная башня, напоминающая шахматную ладью. И она не обманывает ожиданий. У подножия сооружения расположилась та самая непарадная достопримечательность Рязани. Сложно поверить, но разваленный вокруг меня памятник архитектуры федерального значения. Это здание так называемого железнодорожного веерного депо, вернее, то, что от него осталось. Старая кирпичная кладка, остатки деревянных рам в арочных проемах, металлические детали. В изродованных стенах еще можно узнать некогда прогрессивный транспортный объект. Веерное депо было построено в 19 веке, в момент создания Рязана-Уральской железной дороги, и представляло собой полукольцо с длиной по внутреннему фасаду до 140 метров. К нему примыкал административно-бытовой корпус и слесарный цех, в котором, кстати, трудился герой Советского Союза Иван Завражнов. Само же депо было оборудовано по последнему слову техники. Для тех времен здесь были использованы передовые инженерные решения, например, механический поворотный круг. Он располагался по центру депо. Паровоз заезжал на него и при помощи поворотного механизма направлялся в нужное стойло. Охранный статус объекту культурного наследия присвоили в 1974 году, но с тех пор он, похоже, работает на износ или на вынос. От механизмов не осталось и следа. Часть корпусов разрушена, часть занята производствами. В аренду у кого-то берется, наверное, да? Или как-то сам уходит? А у кого? Нет, не только что, я работаю. Так кто же зарабатывает на исчезающем объекте культурного наследия, используя его помещение как лесопилку? Найти ответ на этот вопрос оказалось непросто. В региональной инспекции таких объектов поясняют, веерное депо находится в федеральной собственности. И в области к нему отношения не имеют. В Министерство культуры России отправлен официальный запрос. Сроки вышли, но ответ так и не получен. Похоже, его проигнорировали, как и судьбу веерного депо. Дмитрий Мелешкин, Артем Королев, Вести, Рязань. В Рязанской области открыли еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Он получил название Евпатий-Коловрат. Спасские школьники смогут заниматься баскетболом, плаванием, футболом, боксом, дзюдо. Соревнования будут проходить в зале с трибунами. Кроме того, возможность посещать ФОК получает и взрослый. Фитнес-залы и бассейн будут доступны для всех желающих. Мы системно идем по выполнению программы строительства таких ФОКов. Это факт. Это ФОК свидетельство того, что мы идем, и мы ее будем продолжать. Впереди ФОК в Кораблинском районе, в Клепиках. И дальше еще по тем муниципальным образованиям, где таких объектов нет. О готовности к службе и выполнению задач, поставленных президентом, заявили сегодня представители отдела Росгвардии по Рязанской области. На брифинге с журналистами они рассказали, как проходит формирование войск. Напомню, эта государственная военная организация создана в апреле по указу Владимира Путина. Сейчас завершен первый этап ее формирования. В состав отдела вошли подразделения ОМОН, СОБР, вне ведомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Что касается подразделений ОМОН и СОБР, их сотрудники выполняют задачи по оперативному сопровождению и силовому прикрытию оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий. А также участвуют в охране общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Рязанской области. В Ивановской области обнаружили обессиленного, голодного и замерзшего черного лебедя. Предположительно, это самка, которая улетела с рязанского дядьковского затона. Историю разлуки лебедей мы рассказывали в Вестях. Есть ли теперь надежды на воссоединение пары? Репортаж наших коллег из Иваново. Смотрите на снегу черный лебедь. Такими словами семья Барашковых бросилась спасать птицу. Совсем без сил лебедь буквально упал с неба на землю. Необычная находка застала жителей деревни в Линском районе врасплох. Как помочь лебедю они не знали. Было решено отвезти птицу к ивановским специалистам. Лебедь дикий. При виде людей сразу вставал в оборонительную позу и начинал шипеть. Птица не имеет никаких колец на лапах. Ну и на что обратили внимание, что птица не знает миски. Когда обычно на двор приходят кормить дворовую птицу, сельхоз, они знают, что такое ведра, плошки, миски. Данная птица не знает. Очень он на приближение реагирует. Старается зашипеть, напугать, расправить крылья. Еду принимает, когда отходишь. Работники приюта бросили клич в социальных сетях. Так удалось выяснить, что вероятнее всего заблудившаяся лебедушка прилетела из Рязанской области. И там у нее осталась пара. Об истории этой лебединой семьи рассказывали местные телеканалы. Птицам даже дали имена Кай и Герда. Оказалось, что лебеди полетели на юг. В пути обессилели. Самец повредил крыло. Кай приютили жителей деревни в Рязанской области. А лебедушка бросить пернатого спутника не смогла. Ведь известно, что эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь. Герда осталась ждать Кая на берегу местного водоема. Но когда вся река покрылась льдом, вынуждена была улететь. Черные лебеди появились в Австралии. Для России грациозные черные птицы – большая редкость. А русские морозы – для них голодная и холодная смерть. Из-за отсутствия еды Герда улетела. И так, вероятно, попала в Иваново. Ее спутник Кай уже поправился. И его отправили в Калужский птичий парк. Еще одну жизнь замечательную мы спасли. И дай бог, чтобы все у него там было хорошо. Чтобы была у него еще одна подруга. Чтобы было потомство. И был тщательный уход. Безлюбимые пары, по словам орнитологов, лебеди грустят и угасают на глазах. Поэтому, чтобы воссоединить семью пернатых, на днях Герду из Иваново отправят к Каю в Калужский птичий парк. Там разлученные обстоятельствами пара лебедей. Кай и Герда обретут дом и, возможно, подарят потомство. И на этом закончится долгое путешествие Герды. Татьяна Щербакова, Леонид Масеев, Вести, Иваново, Рязань. На этом у меня все. Сразу после нас продолжение сериала «Тайны следствия». Следствие продолжается. В собственной ванной обнаружен труп Марины Кузнецовой, погибшей, как представляется, от смертельного удара током из-за упавшего в воду фена. На первый взгляд, это происшествие выглядит несчастным случаем или самоубийством. Однако кое-что сразу же настораживает Швецова. В квартире покойной царит подозрительная чистота, но отпечатки пальцев двух мужчин все же удается обнаружить. Тайны следствия. Имя убийцы узнаете, посмотрев две очередные серии картины «Тайны следствия». Я же с вами обращаюсь и до встречи вестях. По данным гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба будет расти. Температуру воздуха ночью по области минус 18-20, в Рязани 17-19 градусов мороза. Днем по области минус 15-17, в Рязани 14-16 градусов ниже нуля. Самые оперативные новости теперь и на Маяке.